Студенты из МРИЭЛ готовятся покорять своими научными идеями и творчеством Поднебесную. Этим летом в Китае форум «Волга-Янсцы» соберет более сотни талантливых ребят из 14 регионов Приволжского федерального округа. Каждый его участник уже прошел специальное собеседование. В итоге, например, в Маргу право представлять МРИЭЛ получили по одному студенту от пяти факультетов – экономического, историко-филологического, иностранных языков, национальной культуры и межкультурных коммуникаций и юридического. Студенты и сотрудники этого вуза совместно со своими коллегами из Китая проводят научные исследования, публикуют статьи, подают заявку на международные гранты и академические обмены. Мы едем туда с целью налаживания контактов между странами и нашим регионом. Хотим внести огромный вклад в развитие Морийского государственного университета. Я по образованию юрис, и мне очень хотелось бы узнать структуру законодательства Китайской Республики. Мне интересно узнать, как они живут. Отмечу, что Морийский государственный университет продолжает работу в рамках заключенного в июне 2015 года соглашения о сотрудничестве между Центром высокопроизводительных вычислений и ключевой лабораторией кодирования и передачи информации Юго-Западного университета в провинции Сычуань. В результате была достигнута договоренность о создании совместной между Юго-Западным университетом и Морийским государственным университетом сетевой лаборатории по исследованию беспроводных систем связи. В настоящее время ученые нашего университета под руководством Анатолия Николаевича Леухина, руководителя Центра высокопроизводительных вычислений, работают над проектом. Одним из результатов которого станет создание доступных высокоскоростных систем связи с повышенным количеством абонентов. Другим выходом этого проекта может стать система высокоскоростной коммуникации на современных ультраскоростных железных дорогах, которые в настоящее время планируются и создаются в том числе в Китае. Проект «Волга-Янзы» реализуется под руководством полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова для дальнейшего развития и укрепления всесторонних связей между Россией и Китайской Народной Республикой. В частности, в Мариел активно налаживается инвестиционное сотрудничество с Китаем. Сейчас уже три совместных проекта находятся на этапе проработки. Это строительство завода, который будет выпускать облицовочный кирпич, создание в Мариел предприятия по изготовлению листового стекла, а также производство сухих строительных смесей. Ну а первым шагом стало строительство в поселке Юрино завода по производству инструментальной стали.